И сегодня у нас в студии Бахтиар, также известный как Джах Хали. 5-6 лет, у меня вся моя команда знает, что когда наступает Рамадан, никаких концертов, никаких выступлений. А с чем связан вот такой интерес к религии, к вере? Когда он проявился? Принятие веры и принятие вообще Всевышнего, потому что до Ислама я был атеистом. Вот какое-то чувство меня посетило такое, как будто лед тронулся, да, в моей жизни как будто что-то вот, что-то настало невероятное. И буквально через 2-3 месяца я просто встал на намаз, причем все так легко было. Взял маленькую книжку, такую, знаете, для детей. Там нарисован мальчик, девочка, как читать намаз. Это мой второй такой прям осознанный, взрослый, правильный Рамадан. За последний период времени вы совершили умру аж два раза. Представляете, за полгода дизбекер. Находясь в тех местах, ты понимаешь, какой ты, оказывается, вот у меня есть душа, оказывается, у меня есть сердце, оказывается, вот так вот, и там ты понимаешь, как нужно жить. А в исламе на все случаи жизни, на каждую модель поведения, на каждую пару, на каждого мужа и жену, на каждого родителя есть свои правила, есть свои сунны. Берекелю и Рамазан, программа Сэ. Бисмилляхи рахмани рахим, во имя Аллаха, милостиво и милосердно. Многоуважаемые телерадиослушатели, Морал ФМ. Сегодня съемочная группа находится в гостях в Алмате. И сегодня у нас в студии Бахтиар, также известный как Джах Халиб. Ассаламу алейкум, добро пожаловать на вашу студию. Ассаламу алейкум, Денис Байке, здрасте. Очень благодарим вас за то, что вы выделили свое драгоценное время в этот священный месяц Рамазан. Вы достоили нас чести оказаться в этой студии. И вообще хотелось бы спросить, как проходит пост, какие ощущения? Вообще, в первую очередь я хочу сказать то, что вам сказать большое спасибо. Потому что для нас на самом деле это большая возможность. Мы же в этот месяц должны максимально посвятить себя поклонению, благим деяниям. И такой вот, это же форма дауата. Поэтому вам спасибо за то, что вы нам предоставили такую возможность сегодня заняться таким хорошим делом. Вот, пост проходит прекрасно, супер, вообще чудесно. Мы с братьями постоянно собираемся. Я там то с братьями, то на студии со своими ребятами. Там постимся, тут постимся. Совместные ифтары, совместные тарауихи. Ездим по утрам, там выходные, когда у нас есть возможность. Ездим даже на фаджер в мечеть ездим. Там тарауих в мечети. Короче, все проходит супер классно, супер чудесно. Ифтары. И знаете, что еще очень важно? То, что мы еще все вместе, там какие-то приколы. То есть, это вся такая братская атмосфера. Очень классно проходит все. Прекрасная погода еще. Хамдудла в этом году, Рамадан вышел на такой период весны, когда не холодно, не жарко, солнышко, супер вообще. Это даже слов не подобрать. А какой по счету Рамадан уже? Ох, так, в 2016, по-моему, и первый раз у меня был Рамадан. Не знаю, Денис Байкин, надо считать. Но я думаю, точно, 7-8 точно есть. Может быть, даже 10, я, честно говоря, уже не помню. Но, если честно, это мой второй такой прям осознанный, взрослый, правильный Рамадан. В прошлом году я проводил Рамадан в Турции, и я посвящался Хурану. Я был один, ну, в связи с разными обстоятельствами жизненными. Но я весь месяц посвятил себя Хурану, изучению, каким-то размышлением, да, наедине со Всевышним. Такой, скажем так, суфистский у меня был Рамадан. А в этом году классно, я вернулся в Алмату. И в этом году я вместе со своими братьями, с близкими провожу. И это просто совсем другая атмосфера. Все так дружелюбно, классно. Мы каждый день встречаемся с разными людьми, подтягиваем новых людей на ифтары. Блин, такая праздничная атмосфера. Реально, вот меня ждет композитор на студии, Вадик. Я ему говорю, блин, братан, вот сейчас, я говорю, сейчас приеду, сейчас мы поработаем. А у меня все, это же наша основная работа, все равно, там, собирать людей, там, студенты, там, и так далее, ифтары. И как-то даже Всевышний настолько занял меня исключительно месяцем Рамадан, что я даже не работаю. И для меня это такой кайф большой, на самом деле. Чувствую, что этот месяц сначала мы проведем максимально в поклонении, максимально четко. И надеемся, что Всевышний нам предопределит за эти поклонения наилучший год. А как получается совместить вот эту рутину повседневности именно с Верой? Вы знаете, Денис Байки, я на самом деле, наверное, уже лет как 5 точно, 5-6 лет, у меня вся моя команда знает, что когда наступает Рамадан, никаких концертов, никаких выступлений, никаких, это все, баха, в Рамадан. Рамадан, занимается исключительно Рамаданом, поэтому мне так повезло по моей профессии, да, я иногда смотрю на своих друзей, у которых кто-то в банке работает, кто-то на госслужбе, им очень тяжело. Я не представляю, как это там, ты утром просыпаешься, да, там, сухурт сделал, и весь день ты на работе, там, в любом же случае на работе, какие-то нервы, рутина, да, та же самая. Вот, а мне как-то, аль-хамбла, мне Всевышний облегчил в этом плане. Я, для меня Рамадан, это как каникулы, вот, и при этом, при всем еще Всевышний позволяет заниматься там такими функциями. Формами поклонений, там, собираться с братьями, делать ифтары, там, мы там кормим студентам, и мы от этого получаем кайф. То есть, такой каникулы, как будто мы в детский лагерь приехали, и у нас каждый день какая-то радость, какие-то активности очень приятные. Поэтому, в принципе, у меня нет рутины, потому что я на Рамадан себя полностью посвящаю этому месяцу. А с чем связан вот такой интерес к религии, к вере? Когда он проявился? Очень интересная штука, то, что, по-моему, в 2016-м, у меня, кстати, в принципе, мое принятие веры и принятие вообще Всевышнего, потому что до ислама я был атеистом, просто жестким атеистом. Произошло, кстати, с Рамадана все и началось. Причем, что интересно, по-моему, в 2015-м, в 2014-м я просто немножко в годах путаюсь уже. В общем, в каком-то из годов у меня был друг, с которым мы общались, а он, ну, верующий, практикующий мусульманин, мы с ним дружили там и так далее, и постоянно у нас там бывали разговоры на тему создателей и так далее. И я всегда говорил, да нет, типа, братан, ну, что ты, типа, какой создатель и так далее. И он мне всегда говорил, вот, братан, придет время, и ты, короче, придешь к этому. И просто через год после этого разговора, я помню, мы сидели на Держинского Курмангазы даже, по-моему, там, Дастархан-Фудс же там находится, да? Мы были во дворе нашего друга, и мы общались на эту тему. И я говорю, да нет, типа, какой это, и через год, через год, мне что-то я хожу, там, работаю, там, на студии, учеба, универ, по-моему, еще что-то. И мне, меня начинает преследовать голос, во сне меня начинает преследовать голос. Постоянно мне что-то все говорит вокруг, там, раз камень упал, и голос говорит, сходи в мечеть, сходи в мечеть. Во сне сходи в мечеть, сходи в мечеть. Я думаю, елки-палки, что такое, типа? А мы же творческие люди, да? Мы больше ориентируемся в жизни по каким-то знакам, мы распознаем эти знаки, верим этим знакам, да? Придаем им какую-то, какую-то утрированную особенность, да, скажем так. И все, я, ну, расценил это как знак, подумал, ну, все, ну, тут уже так явно прям, явно. Сходи в мечеть, просто указание. Все, позвонил этому другу, говорю, вот, братан, то все, туда-сюда, хочу, чтобы в мечеть съездить. Типа, когда, что, как, он говорит, о, как раз завтра, говорит, пятница, поедем на джуму, короче. Поехали на джуму, помолились, ну, естественно, я там повторял движение, как, все как обычно, как и у всех нормальных людей, вот. И вот какое-то чувство меня посетило такое, как будто лед тронулся, да, в моей жизни, как будто что-то вот, что-то настало невероятное. И мне мой друг говорит, братан, завтра начинается Рамадан, мы, типа, завтра постимся, тоже, какая, да, Милостив Всевышнего, как он, фук-фук-шук-фук, там, без лишних колебаний, раз джума, на следующий день Рамадан. И я такой, и я просто без задней мысли говорю, все, братан, я с вами, короче, типа, я буду поститься и так далее. Прошел мой первый Рамадан, причем спасибо этому другу, да, он такой оказался причиной большой. И мне понравилось, что он в течение этого всего Рамадана, я работал там на студии, постился, и каждый день он там приезжал, мы там сидели по вечерам на скамейке общались, ходили там в Лагманку недалеко от студии, там, в Узбечку, туда-сюда, там, здесь покушали. То есть мы так провели этот месяц, и классно он прошел, этот месяц, не помню, на первом, да, по-моему, на первом я уже скучал, в конце месяца я уже скучал по этому месяцу, это такая штука, оказывается, она не всем выстреливает, ну, и не сначала выстреливает, бывает, там, на третий, четвертый Рамадан у кого-то это появляется. И буквально через 2-3 месяца я просто встал на намаз, причем все так легко было, взял маленькую книжку, такую, знаете, для детей, там нарисован мальчик, девочка, как читать намаз, быстро по ней научился, и встал на намаз, и у меня началось такое, то есть я выполнял фарды определенные, да, там, все было четенько, и как-то и в жизни моей все начало меняться, реально все начало меняться, я еще помню, уже на второй Рамадан, уже в следующий Рамадан после этого, я же уже намаз читаю, там, и так далее, на второй Рамадан я уже там, я помню, в Хадартун я такой дуа заряжал, я там просто рыдал, короче, просто там рекелились, слез, короче, и меня удивило, опять же, да, Всевышний же знает нас лучше, чем мы сами, да, и Он знает все наши слабые стороны, куда, что, на какие кнопки нам надавить, да, чтобы мы еще больше, да, там, полюбили Его, приблизились к Нему, и Всевышний знает, что я, да, в каких-то моментах там чуть-чуть, не то чтобы, как это сказать, ну, не меркантильный, хотя это может быть каждого человека касается, представьте, вы делаете дуа, и ваша дуа принимается, да, причем такое дуа, ну, и сбывается, и на грани того, что нереально, ты там вчера был там никем, а сегодня ты там попросил, и пах, просто вот все пошло, это же на каждого повлияет эффективно, и как бы все, и я сделал дуа на втором Рамадане, я помню, и все просто начало нестись какой-то невероятной скоростью, все, я понял, что, ну, то есть уже я начал укрепляться, да, в понимании того, какой создатель, что вот он такой вот щедрый, такой вот, а потом вот в течение сколько-то лет у меня было такое, вот я регулярно там молился и так далее, вот, но если взять вот мой период, я не знаю, сколько я, Денис Байке уже в этой теме, вот, но я уверенно могу сказать, что последние два-три года у меня такой именно осознанный уровень веры, уже взрослый уровень веры, до него, может, прошло там где-то пять, может быть, шесть лет именно такой вот, как это сказать, подражание, да, там условно, там регулярности, да, там какой-то дисциплины и так далее, потом был отпуск, да, там, когда тебя отбило, там, какие-то испытания пошли и так далее, и вот сейчас через это все я пришел именно к такому осознанному уровню веры, в котором я, вы знаете, ну, как сказать, вот каждый день, вот последние дни особенно просыпаюсь, думаю, блин, так благодарю искренне Всевышнего, кайфую прямо от Него, кайфую, что вот так все в моей жизни круто, так Он любит меня, чувствую это, да, осознаю, поэтому, но до этого все равно оно проходило через такое там условно, пять-шесть лет просто движение условно, да, назовем это движение, естественно, было внутренний какой-то там трепет, да, к вере, но я бы даже так описал, вот вера наша делится на четыре, да, стадии, это я недавно мысль такую от кого-то услышал, классная действительно мысль. Первая стадия – это подражание, да, то есть ты пришел на джуму, да, и ты на этой джуме повторяешь за всеми движения, да, вторая – это идет понимание, со временем ты начинаешь понимать, что, как, кому ты молишься, что, в чем прикол. Ну, третья стадия – это идет осознание, ты уже полностью осознаешь, и ты когда погружаешься в это все, начинаются такие, ну, бури внутри, да, начинаются в хорошем смысле, и четвертая – это уже искренность, это тот наивысший уровень, к которому мы все стремимся, да, дай Бог, инчалам, и доберемся до него в этой жизни, да, потому что это очень сложно, вот, но вот сейчас я, наверное, где-то на уровне понимания, тире, уже скоро, наверное, потихоньку прихожу к осознанности, надеюсь, что я приду к этой вот осознанности полностью, вот, поэтому вот такие, но для этого понадобилось столько лет, столько испытаний, столько всего и туда, и сюда вертел, да, то есть, если взять начало моего принятия, то есть, там все было классно, да, так, ух, там, рамаданчик и так далее, потом, потом уже какие-то серьезные, постепенно, с годами, уже какие-то серьезные, пошли ультиматумы внутренние, а что если вот здесь вот так, какая-то богобоязненность начала появляться, а вот здесь вот это лучше не стоит делать, это не стоит, потом вообще отбило, то есть Всевышний меня поместил, скажем так, в такой период жизни, в котором не было намаза, да, и меня отбило, да, и то есть Всевышний хамдуль лап, да, вот сейчас я вспоминаю это время, я понимаю, что тогда он мне дал понять, что такое жить без света, да, так скажем, вот, как это плохо жить, когда просто у тебя всего этого нету, я понял, что, ох, я туда, я сейчас вспоминаю эти времена, я думаю, я туда вообще ни ногой, даже, даже вот, на не миллиметр я туда не наступлю больше в это время, и опять же, это прошлое сформировало классное настоящее в данный момент, поэтому, опять же, все по Божьей милости, по его гениальной задумке, какие он сценарии нам прописывает, как он формирует, да, наши вот эти моменты, поэтому, вот так. Родные как отнеслись? Родные, в принципе, нормально, все четко, у меня, ну, допустим, по папиной стороне, да, у меня почти все родственники, там, ну, намасхана, да, так назовем, дед у меня очень был, папин отец, он был очень, очень набожный, благобоязненный человек, недавно, кстати, мне передали его вещи, ну, так как я уже в роду становлюсь старшим, там, отвечающим за какие-то движения, мне передали коврик, джай-намас, там, четкий деда, это такая традиция, вот, поэтому отец нормально отнесся, мама тоже, она все, она тоже всегда ищет какую-то истину в своей жизни, ищет Бога, поэтому все было четко, они даже были рады, вот, и мне даже, когда периоды были у меня, когда они видели, что я что-то, короче, отошел от дел немножко, они мне намекали, типа, может быть, надо намаз восстановить, может быть, надо, поэтому, хамду лилла, вообще, на самом деле, я вот общаюсь, вот у меня сейчас друг есть, да, я хочу, мы пытаемся с ним вместе стать причиной тому, что он встанет на намаз, да, там, вот, ему сложно дается суру, он не может суру выучить, реально, ну, вот, не облегчил ему Аллах в этом, да, может, в этом определенный хайр, естественно, вот, но я себя вспоминаю, да, в таком-то, думаю, блин, а у меня так, бам-бум-фум-фум-фум, как-то этот, и когда я принимал ислам, я тоже не колебался особо, все, вот, пришел джуман, следующий рамадан, бух-фух, через два месяца намастал, все классно, то есть, аль-хамду лилла, в моем случае Аллах прям вообще максимально облегчает, он знает, какой я, да, я такой ленивый, избалованный, да, такой, скажем так, балапан, короче, и Аллах как бы все делает вот так, вот, как будто я такой капризный, да, ребеночек, и все у меня четко в этой жизни, и родители никогда не возражали, и в плане работы, карьеры, все очень легко, поэтому, и когда я вот вижу там своих друзей, у которых какие-то тяжбы, я сразу вспоминаю, думаю, хамду лилла, что вот у меня было так легко, поэтому все четко, с родителями все четко было. Машала, за последний период времени вы совершили умру аж два раза, два раза, представь себе. Чем вызвана такая потребность? За пять месяцев, представь, за полгода в Динсбеке, хамду лилла. Да вот как-то, вот так получилось, да, причем первая умра была в октябре того года, вторая была в конце января этого года, вот. Не знаю, чего вызвана такая потребность, вот просто Всевышний пригласил, да, в эти места прекрасные. Какие ощущения? О, невероятное ощущение. Причем, что удивительно, я-то человек, который, по милости Всевышнего, опять же, Всевышний мне дал такую профессию, популярность, да, благодаря которой я... Фактически я весь мир облетал. Я был почти везде, я видел там и Африку, и пустыню там, и арабский мир, и Дубайск там, и Америку, и какие только континенты, Китай, вообще везде был там условно. Можно сказать, что в 10-15 странах мне осталось побывать, чтобы сказать, что я вот абсолютно во всем мире побывал во всех странах. Вот. Но то, какие там места, да, какие там ты переживаешь ощущения, это ни с чем не сравнимо, и всегда удивляешься. Причем, фактически же там нет ничего такого, да? Да. Камни, камни просто, пустыня, какие-то вот здания, да, там эти. Но такое место все, ты просто... Вот о нем, когда вспоминают, недавно, на днях кто-то за столом вспоминал, мне так стало грустно, что я не там, да. Я говорю, я диктет, давайте вспоминать не будем там, давайте, короче, этот, на больное не давите. Поэтому это невероятные места, и первое, допустим, умра, опять же, была в форме подражания, да, то есть мы осваивали это. Мы приехали в Медину, еще очень важно, с какой компанией, мы приехали со своими братьями, классной компанией, все вместе. В Медине провели там несколько дней, да, там, то есть проводили, каждый день молились там, фард намазы, сунет намазы, нахрен намазы, да. Потом по вечерам, я помню, мы, знаете, мы весь день были в мечете пророка, да, с самим, и потом ты как после работы идешь, выходишь, вечер, парохлада, ты берешь эти пончики, там, чай, и мы с пацанами там общаемся, размышляем, об Аллахе разговариваем. Супер было. Потом в Мекку приехали. Но первая умра была вот именно подражание. В первой умре мы поняли, что, как, почему, как это делать, как, что одеть, да, там, и так далее. Причем я помню, в первой умре там были моменты, сидишь волнуешься, там, чтобы храм не слетел, да, там, такие, да, моменты, вот. Но было классно. И то, вот то, что друзья рассказывали, что вот это места, которые там тебя раскроют, там, и так далее, вот. А я как-то в первой умре, я так волновался, я прям чувствовал, ну, я в гостях у Всевышнего, да, это такое серьезное мероприятие, так скажем, вот. И всю ценность Мекки и Медины я осознал, когда уехал после первого раза, вот. Но понимание ко мне пришло на второй умре. Вот вторая умра, Денис Байке, это был такой разрыв вообще. Это был, это было, это вот, как вот новый этап когда-то, вот, когда в 16-м году, или в 16-м, короче, не помню, когда я вот сделал первую джуму, вот это ощущение какой-то вот нового этапа жизни. И вот спустя столько лет, там, мне сейчас 30, да, будет в этом году, через там, условно, 15 лет, после второй умры у меня такое ощущение. Я вот после второй умры осознал, что такое любовь Всевышнего, как Он нас любит. И понял, какие мы недостойные, да, Его любви, но при этом, при всем Он нас любит так сильно, и что Его любовь абсолютно к нам, да, и понял, что вот я подумал, Аллах, такой ты красавчик вообще, вот так люблю тебя, да, вот после второй умры это пришло. После второй умры у меня многие вредные привычки просто вот отбило, просто отбило. Я такой, оп, в смысле, типа, и я начал во многих моментах улучшаться, да, там, условно, я вот сейчас потягиваю адапт по отношению к родителям, я с родителями разговариваю на «вы» сейчас. Почему-то я всю жизнь разговаривал с ними на «ты», и, причем, это, опять же, один из братьев мне напомнил об этом, он сказал, вот ты, говорит, в магазин заходишь, с кем-то на «вы» разговариваешь, да, а с родителями на «ты», типа, и я так задумался. И я начал с родителями, и оказалось потом, что это вообще адапт, да, по отношению к родителям, это их право, да. Оказывается, что даже когда они куда-то, вы идете все вместе, ты должен за родителями идти, ты не имеешь права даже впереди родителей идти, да, и я начал потягивать этот адапт, и у меня улучшились отношения с родителями, улучшилось вообще жизнеощущение, я себя сейчас чувствую прекрасно, да, я стал более позитивным, да, потому что мы-то люди, так скажем, популярные, те люди, которым свалилась слава на голову, деньги, да, там, это, мы вообще загнанные, на самом деле, люди, да, там, ты не можешь в парке спокойно погулять не можешь, это, а сейчас у меня такой вот, все эти моменты, они как будто вот Всевышний стер их, и такое жизнеощущение позитив, кайф, и ты на новом каком-то уровне находишься, но невероятно, вот именно вторая умра меня раскрыла, но первая была немаловажная, то есть первая, это был инструктаж, я на первой был, знаете, как будто вот меня вызвал Всевышний на ковер, и вот дал определенное распоряжение, вот здесь вот так вот, вот здесь вот так вот, я не плакал, ничего, вот такого не было, да, то есть я был, этот, как бы у меня такое ощущение было на первом умре, как будто меня Всевышний вызвал, он сказал, ты серьезный пацан, ты должен быть еще лучше, ты несешь ответственность за определенное количество людей, в этом моменте должен быть вот так вот, вот так вот, плакать не надо, тебе плакать нельзя, все, ты должен быть серьезным, я так все, все, все четко, и на второй умре я уже там, через буквально несколько месяцев я приезжаю, я понимаю, что не прошло там, грубо говоря, и двух дней, я уже снова тут, снова меня Всевышний приглашает, и уже там было типа, вот, вот здесь хорошо, вот здесь понял, красавчик, красавчик, все четко, и вот именно результат этой второй умре, он сейчас вот идет, и я прям в таком кайфе нереальном, во всех смыслах этого слова, и во всех моих осмыслениях я понял, что важно, что действительно ценно, а что вообще не имеет никакого значения. Но места нереальные, и про эти места можно долго, очень долго рассказывать, да, но вот как-то необъяснимо, да, Денис Байке, просто какая-то необъяснимая вещь, да, там, ты там можешь быть в Дубайске, да, там, видеть эту бурж-халифу, которая самая высокая в мире, но она вообще ничто рядом с каким-то маленьким квадратом, да, по сравнению с этой бурж-халифой, да, и сколько миллионов людей, какое там место, да, какие ты ощущения там испытываешь, причем, что удивительно, да, вот мы находимся вот в нашей Дуне, да, все вместе, да, у нас рутина, быт и так далее, и ты здесь живешь, у тебя какие-то там потребности, там, это нужно, там, тут, это, этих, вот, за этих отнесешь соответственно, за тех, за пятым, все так, туда приезжаешь, как будто вот это все вот ненужное, ты понимаешь, что это все ненужное, и ты понимаешь, что, ух, это вообще не так же, вообще не имеет, да, никакой ценности, оказывается, оказывается, я вот такой, оказывается, я классный чувак, оказывается, блин, оказывается, вот у меня есть душа, оказывается, у меня есть сердце, оказывается, вот так вот, и там ты понимаешь, как нужно жить, кстати, вот находясь на тех, в тех местах, ты понимаешь, какой ты, вот, ты как бы, вот есть наша душа, и в этой Дуне, вокруг этой души обрастает много разных потребностей, да, которые эта рутина создает вокруг нас, приезжая туда, как бы все эти потребности, они остаются тут, да, и у тебя остается только твоя душа. И ты можешь взглянуть на свою душу. Какой ты на самом деле, да? Что у тебя есть? Ах, касса, блин, у меня есть сердце, касса, она бьется. Касса, я человек, касса, Всевышний дал мне такую возможность, да, прекрасную. Касса, я верующий еще, да? Это же вообще самая невероятная милость, которая бывает, ну, которая может случиться с человеком, да? И ты там ходишь, ходишь, потом возвращаешься в рутину эту, и все, и тебя начинает снова, твоя душа начинает снова обрастать этими, ну, скажем так, потребностями, рутинными. И я считаю, что нужно туда регулярно ездить. Вот нужно постоянно каждый год, как минимум раз в год нужно приезжать ко Всевышнему, обязательно очищаться, все, и в новый путь с новыми силами. Так же, как и Рамадан. Рамадан, это что же? Всевышний, на самом деле, зная, какие мы слабые, да, дал нам столько фишек, да, это мы еще не говорим про пророка, да, его суну, в которой вообще все чит-коды на жизнь, да, существуют, да. Всевышний нам дал столько, он подумал, блин, нет, вот они там столько намазов не вывезут, вот пусть у них там пять будет, нормально. Вот там, ой, они там этот, вот им Рамадан, чтобы они могли себе тюк-тюк бонусы заработать, зарядиться там, замотивироваться, чтобы у них все было хорошо, да, в последующем году. Вот, о, еще паломничество дать им, чтобы они еще лучше становились, чтобы у них там количество этих, да, бонусов, не бонусов, как это сказать, вот, чтобы они могли быстрее вырасти в уровне, он нам дал столько разных фич, условно, и поэтому умрать такая вещь, что у нас уже регулярно, каждый год ездить, особенно если вы, особенно если у вас есть возможность, а у многих сейчас есть возможность, я вот на самом деле сейчас, вот раньше мы там летали два раза в год, там, семьей в отпуск, там, на море и так далее, вот, я сказал себе, что в первую очередь я раз в год должен туда поездить, съездить, как на отдых, вот, самое лучшее место для отдыха, это там. Здесь, честно, Денис Байки, вот, я настолько это, такие эмоции переполняю, что я даже не могу словами сформулировать, да, свое ощущение этих мест, но, это невероятно, да. Разница в ощущениях есть, вот, допустим, в мечети пророка Мухаммада Саласан и возле Кабы? Вообще, Мико-Медина – это два разных города, это очень важно понимать, да, то есть, еще спасибо нашим учителям, да, с которыми мы ездим, да, то, что мы благодаря ним проводим правильно умру, да, в такой хорошей атмосфере, мы ездим в Медину вначале, это очень разумно, потому что нужно пройти акклиматизацию, да, потому что бывает, когда люди прямо в Мекку едут, первые дни там кто-то заболеет, там, по носу и так далее, все бывает, да, мы делаем разумно, спокойно, хорошо, мы приезжаем в Медину, там с братьями, в братской атмосфере, так сказать, приходим, приезжаем на такой предподготовительный кемп, да, мы приехали, акклиматизировались, все в мечети пророка проводим, дни, да, там, молимся, там, друг к другу какие-то, там, дауаты, да, там делаем, там, рассказываем, о Всевышнем размышляем и так далее, по вечерам ходим, там, на этой улочке, да, там, пончики, там, бургеры, там, тоже такая, опять же, там, на улице сидишь с братьями, общаешься о чем-то, да, то есть Медина для меня, это город братства, вот именно, я помню еще, первый мы Аузашар, когда сделали, в мечети пророка ССМ, мы сидели, я помню, мы сидим на коврах, и, короче, Магриб, и все расстилают эти, да, прямо там же на коврах расстилают эти целлофаны, и эти финики со сметаной, цукори, эта водичка, как зам-зам, да, невероятная вода, и ты сидишь, раньше ты там на ифтары, да, там, у нас как на ифтарах, да, в наших тюркских странах, да, там, да, стархан, стол и так далее, а тут ты думаешь, вау, там хлебушек, берешь этот финик, в эту сметанку помакнул, думаю, фух, фух, поел, быстро, 5-10 минут все открылись, и такое ощущение, фух, ты наелся, все четко, все классно, и такое ощущение, все вокруг, да, это братство, ты смотришь еще вокруг, ты же видишь, весь, всех мусульман всего мира, и ты думаешь, блин, вот моя семья, да, какая у меня большая семья, и все такие разные, и все классные, там, у кого-то там такие-то, такие ушки, у кого-то такие, у кого-то такой стиль одежды, да, и ты думаешь, это все мои братья, да, это все моя большая семья, и я часть этой большой семьи, да, и вот мы все вместе их тарим, это же такие ощущения, да, вот именно Медина, она такая, да, то есть ты понимаешь общину, да, потому что, наверное, потому что пророк Саоснам, его же главная страсть, так сказать, это была его община, умма, да, вот, ну, и плюс место Рауда, где ты находишься, даешь салям, да, нашему пророку Саоснам, тоже какие-то, это невероятные вещи, на самом деле, и в Медине, мы приезжаем в Медину, оба раза мы приезжали в Медину, и все так по кайфу, мы подготавливались, а потом, когда мы приехали в Мекку, все, ты уже в Мекку приезжаешь, как будто ты там, не знаю, не в буквальном смысле, но условно, как будто ты в Нью-Йорк приехал, и все, вы приехали работать, да, то есть, ваше поклонение, это серьезная работа, вы пришли делать дела, да, а только здесь, в данном случае, вы приехали делать поклонение, с подобающим, надлежащим, серьезным, уважительным к этому, да, отношением, вот, и мне, мне нравится и Медина, и Мека, но больше мне понравилась Мека, потому что я сам по себе такой человек, да, человек движения, человек бизнеса, человек коммуникации, туда полететь, это полететь, да, да, там дисциплина определенная, команда, да, там ответственность и так далее, и я прям, Мека прям вообще, меня прям поразило, да, и опять же, да, ты тут в гостях у Всевышнего, да, это такое место, невероятное просто, и ты там, там происходят невероятные вещи, да, то есть, в Медине, в Медине ты укрепляешь свое братство, да, укрепляешь это, и там как бы, я очень рекомендую просто начинать с Медины, допустим, если кто-то едет на умру, лучше начинать с Медины, потому что это хорошо, вы там, чук-чук подготовились, там и так далее, даже в физическом плане, потому что сложно, когда вы будете, представьте, вы там делаете умру, там делаете тавав, обход, наобокруг кабы, а у вас там, условно, понос какой-то случился, или какие-то проблемы со здоровьем, вы можете быть нервным, да, а вы находитесь, ну, грубо говоря, у кабы, да, там нужно быть максимально хорошим расположением духа, и вот эта практика, да, которая была, там, уже несколько раз, наши учителя, там, наши братья, это все делали, то есть, приехать в Медину, максимально все сделать, естественно, мы там поклоняемся, тоже, все четко, но максимально, так, Медину сделать, так, чтобы мы в Мекку приехали, в хорошем расположении духа, бодрый, чтобы мы достойно предстали, да, перед кабой, да, чтобы мы такие, чтобы ты дуа сделал, да, тоже, и опять же, нужно дуа готовить, да, перед этим, опять же, если у тебя нету братьев, которые знают, да, как это делать, это тоже очень важно, бывает, люди одни езжают, так, по беспределу, они не понимают, и они всего этого чуда, не прочуду, ничего, ну, они уезжают, как будто ничего не случилось, как будто они не приехали в такое, в самое лучшее место, да, по сути, на земле, да, а тут, ты, у тебя дуашечка готова, потому что, когда первый раз на кабу смотришь, ты такой, кто-то вообще там рыдает, да, кто-то там этот, ты все, ты подготовен, ты приходишь, четенько ты открыл список, все, попросил это, все сделал, причем, ты постоянно, тебе постоянно, брат, готовь дуа, готовь это, ты должен понимать, куда ты едешь, да, то есть, и спасибо, да, нашему джамату, нашим братьям, за то, что они, вот мы, два раза я уже был на умре, и оба раза были очень полезными для меня, очень эффективными, но насчет того, какие-то места, не знаю, я даже не смогу описать словами, это надо ехать туда, это надо ехать, но это сто процентов лучшие места в мире, ничто, никакое море, никакой океан, никакой там, пять звезд отель, шесть звезд отель, он инклюзив, там архитектура, там, я не знаю, исторические, экземпляры искусства, там такого-то, там до нашей эры, и так далее, там театр, балет, опера, там Уолл-стрит, там Таймс-сквер, ничто не заменит эти места, ничто не заменит эти места, мрамор и квадрат. Мрамор и квадрат. У меня был такой случай, мы тоже каждый год ввозим группы, Мумру, и я прихожу в компанию, и вижу женщину сидит, которая в прошлом году была, и она такая, «Здравствуйте, Денис, вы снова едете?» Я говорю, «Да, мы вот снова группу везем». Я говорю, «Вы тоже собираетесь?» Она говорит, «Да». Я говорю, «А что? В связи с чем? Вы же вот недавно были». Она говорит, «Ну понимаешь, вот мы тоже ездили в Турцию, съездили, отдохнули, недавно с Дубаев приехали». Но это все, понимаешь, это все отдых для тела, говорит. А там, говорит, отдых для души. Да. То есть это, говорит, ни с чем не сравнится, потому что там душа получает этот заряд. Да, сто процентов. Сто процентов. И я помню, ну, уже на вторую умру я уже ввез людей, да, потому что у нас есть такое негласное правило, что одну умру ты для себя съездил, и последующую умру ты должен уже, думаешь, что хотя бы одного человека ты должен привезти, чтобы и срафа не было, да, такого, негласного, неофициального, так скажем. Вот. И, причем, что удивительно, первой умре, да, мы там сделали одну умру за себя, потом вторую там дополнительную, и третью умру тоже, по милости Всевышнего, мы там встретили своих друзей, которые там несколько дней не делают уже дополнительные умры. Я говорю, «Джиктер, поехали, все, все вместе сейчас будем делать дополнительную умру». Ну, типа, и мы повезли уже, по милости Аллаха, уже третью умру я уже вел ребят, да, то есть, это же тоже такая, это такая милость от Всевышнего, что все кайфанул, вот тебе еще, типа, бонус, типа, будешь вести за собой ребят, это же такое, особая честь, да, от Всевышнего, да, вот я, допустим, вчера я с кем-то разговаривал, с каким-то бизнесменом, да, я разговаривал, я говорю, представь себе, вот ты, говорю, богатый человек, да, я говорю, это бабло, оно не твое, я говорю, это конкретно капитал Всевышнего Аллаха, и он тебе оказал честь быть его представителем в этом вопросе, и здесь тоже, ты приезжаешь на умру, ты там, а, на первую умру, там, растерялся, там, стесняешься перед Аллахом, что там, со храмом ничего не случилось, а на третью уже умру, в этой же первой поездке ты уже ведешь, там, шесть пацанов, там, они с книжками, там, все, джигиты давать, и это, то есть, он тебе дает еще такую ответственность, дает тебе, особый статус, да, дает тебе, возвышает тебя, поэтому, а на второй умру вообще, но на второй умру, ты уже, ты уже все знаешь, да, ты там, с пацанами, да, там, приезжаешь, работаешь над этими темами, и, вторая умра невероятная была, мы там, работаем с пацанами, и ты устаешь очень сильно, да, потому что, все внимание обращено на них, потому что, это их первая умра, ты за них переживаешь, и это тоже такая невероятная милость, да, от Всевышнего, вот, мы там, пацаны все сделали, свои умры и я помню мы ночью вот последний умры 2 я говорю одному из наших там старших говорю давайте сходим в два ночи выйдем чтобы товар просто сделать просто товар сделаем не умру просто товар сделаем я хочу вы давайте попадем туда вовнутрь хочется того сделать и хочется на то хочу то ходит прочитать ну вот там на мраморе перед кабы все и мы пошли и мы так не спеша делали товар общались там друг другу передавали какие-то знания там обсуждали вообще положение там наших стран да в каком и положении духовном нравственном что нам нужно сделать строить школы заниматься этим образованием там помогает дата народу нашему и так далее обсудили эти моменты обсудили то подошли там кабе там прикоснулись лбами да там сделали два потом закончили товар прочитали товар намаста ходит намаз прямо перед кабой смотрим уже бах-бух время короче уже фаджер намаз заходит все и мы такие хоп-хоп буквально сколько вот ну вот как вот эта красная стена метров 10-15 мы прямо перед кабы на фаджере встаем джамаатом вообще такой класс такое блаженство а еще когда утреннее время заходит вот этот вот берегет воздухе начинается вот на время от фаджера до восхода и ты дышишь этим воздухом мы прочитали суну и потом начинается фарт все начинает фарт мы следуем за имамом все ему читайте мы смотрим на кабу и все и мы застываем да обычно же когда и мальчик а и мам читают длинную суру там мы думаю родной там давай чуть побыстрее да да там а тут ты стоишь тут стоишь и я думаю блин брат пожалуйста брат вот просто весь коран нож просто в одном рака в двух ракатах на кубе скоро он поделит чтобы мы тут подольше постояли мы все короче прочитали фаджер все круто потом вышли вдохновленные такое классное да такую классную ночь провели потом не спали духа намаз еще прочитали получили увеличенный до сова бы за не спав но то что не спали перед духа намазом взяли кофе короче потом пообщались такой в общем таким-то и таких много воспоминаний помимо этого там когда-то в рауду заходишь как в рауду мы допустим первый раз когда приехали первый раз когда мы зашли в рауду мы попали на ища намаз то есть на фард намаз обычно же как туда люди приходят и они там пять минут проводят и там хаджи яла яла хаджи хаджи быстрее быстрее проходим паломники типа да а тут мы заходим и с нами еще гид который уже там совершил 150 хаджи да там тысячи умор он говорит я за 12 лет впервые на фард намаз попал в рауду и мы думаем елки мы с таки еще все блины и кто-кто аулия среди нас как кого да так этот мы прочитаем мы там были почти час мы прочитали фарт сунну витр дуашечки зарядили нафель намаз еще по короче все четко ну вот то есть такие до моменты да у меня вчера когда позавчера об этом говорили у меня честно говоря у меня друзья уехали вот недавно на первые 10 дней я думаю вообще был такая зависть страшная да мы же имеем право завидовать друг другу в каких-то благих деяниях вот и думаешь блин почему не я там да почему я не там ну надо начала сейчас здесь дела закончим рамадана у за шары студенты там наши братья и так далее вот и как подвернется возможно надо туда ехать снова вера как влияет вера на семейные взаимоотношения конкретно любые родители жена том числе вообще на самом деле очень интересная штука мы живем сейчас такое время когда очень много информации причем эта информация передается через миллионы видосов которые мы просто листаем ю тубе шорсов там в инстаграме в рел зафтом в тик токи и сейчас настолько вы уже люди перед люди не то что раньше люди хоть фильтровали информацию которую они получали в библиотеки там где-то в интернете брали они учекали вообще-то достоверную информацию сейчас из-за того что мы стали такими просто вот так вот смотрим и всему верим да то что видим сейчас настолько много идеологий да и сейчас еще очень много популярных людей соответственно много лидеров мнения да и каждый из них из-за того что становится популярным вдруг с чего-то начинает думать что он что-то знает да в этой жизни да и каждый второй-третий начинает свою какую-то субъективную точку зрения нам рассказ один там рассказывает про то что там с женой надо так быть до другой рассказывает что нет нужно женой быть так короче нужно быть так и вот допустим как нам быть до людям когда такой поток информации когда столько идей вокруг да да и ты ну если ты человек адекватно ты же хочешь получить истинную информацию да и где нам искать эту истину естественно в исламе да потому что ислам это истина да тот кто еще не осознал этого не шала пусть он осознает это то что когда вы войдете в это поймете это вы будете так счастливы что вы прикоснулись к истине и это истина раскрылась в вашем сердце да и вот касательно всего есть да то есть мы вот говорили до этого об этом о том но мы только начали о пророке до махаммаде са сам говорит да то есть всевышний человек окажется по психологии человеку нужен пример мы не можем без примера ну к чему-то следовать да и аллах это прекрасно знает да опять же потому что он знает нас лучше чем мы сами он знает что было до нас что будет после нас да то есть он знает абсолютно все все знающие и он нам дает идеальный пример до самого лучшего самая лучшая модель поведения как что нужно да четкая четкий пример как что нужно делать поэтому во первых как вера помогает семейных отношениях во первых она дает четкие инструкции да опять же и хоран да в тоже ему в хоран написать руководство для богобоязненных это руководство это четкая вся тема вот все ничего не надо придумывать родной все уже тебе придумали рассказали донесли во всех моментах тебе так оформили в книжке там как нужно там и так далее все сделали да и все следуя этому ты просто во первых тебе облегчается самая главная штука тебе не нужно искать эти правила самое же сложно искать эти правила ты там раз одного блогера подписался слушаешь его слушаешь его слушаешь его и то что он говорит она не срастается но не работает потом второго а тут все вот есть четкое правило как нужно как нужно жене себя вести по отношению к мужчине как мужу нужно вести себя по отношению допустим на примере да когда ты допустим женой просто за руку держишься вообще грехи горя стираются просто как будто ливень идет и он вот смывает просто совсем со всего вокруг грехи да вот и просто взял жену за руку да поэтому многие сейчас ищут там каких-то блогеров там что понять там как быть хотя зачем что-то понимать вот вам ислам в исламе все написано да и опять же что же что обидно у многих людей стереотипное мышление о мусульманских парах что на мусульманских парах идет какая-то там жестокая со стороны мужа хотя на самом деле у женщин больше прав чем у мужчин да в исламе да и нас на самом деле слома это такая мягкая такая нежная любвеобильная до религия касательно семейных отношений да что просто я вот все мы рекомендую но если вы хотите и�чить еще тем более если вы хотите улучшить свои семейные отношения взгляните в ислам взгляните в сумму пророка как он себя вёз жёнами как нужно себя вести женами я вам отвечаю у вас вы просто начнете понимать что настолько в жизни все начнет улучшаться не так и конкретно семейных отношениях вот у меня допустим у меня жена она приняла ислам да причем я все время переживал я думал что это из-за принудительного какого-то из-за меня она там сделала вот но сейчас я понимаю что она ловит кайф с этого да я понимаю что где-то она даже меня уже подлавливает Денис Байке я помню один раз пришел домой короче и там она у меня любит у нее вот с детства такое она любит в обед 30 минут час поспать короче такая нормальная тема правильная тема мне по отец тоже в деревне всю жизнь этим заниматься а я такой да мы с мамой короче карьеристы такие да теперь там поспим в следующей жизни такие моменты я раз к ним прихожу я говорю блин ты что ты спишь постоянно и она мне говорит это же сумма пророка то есть я такой оп все хорошо я пошел до свидания короче да то есть и на самом деле я потом думал блин действительно это я сам потом начал эту сумму из-за нее выполнять я думаю надо в обед поспать надо где-то найти время то есть и вы когда начинаетесь еще очень важный момент когда же вы с женой начинаете стремиться к довольству всевышнего через вот эти все моменты исполняя сумму пророка да совсем потому что в первую очередь все делается ради довольства всевышнего вы даже не поймете не заметите как вы начнете сближаться друг с другом у вас лучше у вас начнет улучшаться все просто все там условно от каких-то простых разговоров диалогов друг по часто же проблема у людей у женатых людей они друг друг другу даже поговорить не могут да а тут в этом мы там вот недавно начали вдруг гулять да почаще я и говорю еще чего-то до до зарядила не чтобы мы по ягура почаще с ребенком время проводил я же постоянно в работе в разлетах она так молчит короче но я понимаю что она зарядила да это дважечку короче и я так кайфую ему там берем коляску там с дочкой по горной речке ходим в это время там дочка засыпает да там он дышит свежим воздухом и мы с женой общаемся там естественно и обязательно мы в разговоре начнем говорить об исламе что-то этот передавать друг другу какие-то моменты да там и так классно так супер мы стали больше разговаривать друг с другом мы стали интереснее еще более интереснее друг другу в диалогах мы стали допустим что греха то и да там в постели улучшились да все моменты я даже вплоть до таких моментов да еще допустим важный момент да я помню но я же вообще такой но кавказский горный мальчик да там скажем так все мы мужчины да там там я помню мы гуляли в прошлом году с женой в где-то по в стамбуле мы гуляли гуляем по каком-то торговом центру а там все женщины ну господи просто разделись вниз байки просто разделись но я ничего не могу сделать еще весна там гормоны печет я помню жена видит это и мне обидно то что я при жене там ну я как-то не знаю это не контролируемый да какой-то может естественный процесс этот или это моя слабость в итоге как показалось да смотришь поставь мне жена такой замечательный зонская проблема в тебе проблема не в том что они разделись проблема в тебе короче ты должны амиго ты вообще должен притуплять взор по исламу то есть вот так вот посмотрите все я такую все понял я начал это делать вниз баки вот сейчас допустим да я допустим где-то что-то даже в интернете я если увижу все я быстро перелистываю я даже не хочу на это смотреть потому что это во первых это сильно это сильно как сказать от этого сильно как вы сказать марается наше сердце наша вера ухудшается память очень сильно ухудшается память да и настолько все становится плохо и когда ты смотришь да по сторонам да опять же ты она плохо на тебя влияет и тут я эту тему усилил все четко и у нас женой опять же я взял тему из ислама притупляй свой взор из-за этого у нас улучшились во всех планах до темы я теперь смотрю только на свою жену и она для меня самая лучшая она была самая лучшая теперь я стал еще самый лучший просто нет никого красивее не да из всех женщин потому что я не смотрю на других да опять же какая фича да из ислама насколько это гениально да потом если вы еще начнете разбирать это с точки зрения логики с точки зрения размышления по что мусульманин должен размышлять да вы начнете думать вау как и сумм какие чит-коды нам передали до через пророк саоса допустим такой вот как мы из из семейных отношений потихоньку уже в жизнь до переходим до днисбеки простите у меня был случай в бизнесе шоу-бизнесе был один человек директор одного из радио с которым у меня не клеились отношения на протяжении на протяжении шести лет вот просто не клеится я прихожу он всегда меня так унизительно шутит надо мной да там вот просто нету никакого между нами прям скала какая-то я узнаю хадис что дарите друг другу подарки и вы полюбите друг друга ее только сон блин реально я за шесть лет ни разу ему там не ну не принес подарка какого-то просто принес пакете какой-то вообще абсолютно символичный подарок ничего особенного ничего дорогого бог и лед тронулся лед растопился он тем какой-то мы где-то мы увиделись недавно у него баха как дела все хорошо я думаю вау да казалось бы да простая простая штука дарите друг другу подарки и вы полюбите друг друга это хадис от пророка да это чит-код реально это чит-код да ты там сидишь шесть лет и так и сяк и перед ним там уже это ты на шпагат можешь сесть короче но ничего не трого оказывается надо было просто обратиться к пророку его жизни найти абсолютно несложный хадис что нужно подарить подарок чтобы с человеком у тебя образовалась какие-то какая-то любовь и все и все пошло поэтому в целом вера все правила абсолютно рабочие вот нету такого если вы какому-то блогеру обратитесь он вам скажет там и ста процентов у него может десять процентов более-менее что-то он дельное вам скажет в 90 процентов случаев не факт что она будет объективным на все случаи жизни да а в исламе на все случаи жизни на каждую модель поведения на каждую пару на каждого мужа и жену на каждого родителя есть свои правила есть свои сунны есть хадисы есть объяснение почему это почему так не ищите эти ответы где-то извне не ищите их тик токе в инстаграме это но вы можете там просто проводить время смотреть что-то для себя да там я не знаю вот этом люблю машины я смотрю машины в инстаграме да там или какие-то штуки да вот но если вам нужны ответы на вопросы и руководство того как нужно жить вообще зачем вы тратите время на эту всю тему если она все уже сделано и она в такой понятной форме она сразу будет и она сразу до столько плюсов но это это намного эффективнее допустим с точки зрения даже тайм-менеджмента да все там придумывают тайм-менеджмент да там и так далее там люди ходят отдают кучу бабок на эти курсы да хотя для нас на мусульман допустим тайм-менеджмент это наш намаз да все ты просто просто подстраивая свой день под намаз у тебя этот день пройдет идеально а еще есть дополнительные бонусы как духа намаз да некий как его назвать бизнес намаз да если ты хочешь чтобы у тебя в делах еще были какие-то это прочитать духа намаз всего всего лишь две минуты в день два раката да бесит и там не богобоязненный да там настолько до 2 раката прочитай вау какие моменты ты офигеешь от того вот я допустим если я за день не прочитал духа намаз у меня просто все летит просто все идет это когда я читаю духа намаз и раз одно дело вот даже встречу закончил минута в минуту у меня выходит намаз минуту в минуту у меня там решать стил все как будто знаете вот как будто этот день под меня работает все время работать на меня из-за того что я просто встал утром посвятил две минуты аллаху сделал духа намаз сделаем еще кур своим лбом упал саджду сказал ему спасибо аллахом за то что вот так все четко вот тебе шикур я аллахом хочу вот чтобы все было четко и он говорит конечно всего лишь за две минуты за две минуты аллах нам дает такие вещи и еще опять же вот это вот тема да вот за что нас любит всевышний да мы же если так говорить блин денис байке мы ужасные мы настолько ужасные и настолько недостойны его любви но его любовь абсолютно к нам на это же вот недавно поймался на мысли мы вот я карьерист да я всю жизнь из-за того что у меня родители там тут в делах это нормально на самом деле это хорошо поэтому и поэтому я таким успешным вырос до отчасти да это причин поэтому я пытался там заработать довольство родителей до страв успешно в своей работе или там мы стремимся к довольству друзей да там и так далее все классно мы получаем их довольство да но она не абсолютно потому что мы все люди мы несовершенны да и где-то вылезает какая-то тема где-то родитель там ну хочет родитель твой отдохнуть не уделите столько внимания сколько бы тебе хотелось да или твой друг там где-то тебя там подставил да не со зла просто случайно потому что он человек да стремился к твоему там довольству там вроде этот и этот и я подумал на мысль недавно думать почему я вообще стремлюсь к чему-то довольству когда я должен просто стремиться к довольству аллаха то есть опять же проблема нас всех то что мы ищем где-то руководство в тик токе в инстаграме там тут ищем довольство во всех вокруг хотя все на самом деле просто аллах и пророк мухаммад со всем все я думаю блин я просто должен искать довольство своего аллаха почему опять же аллах тебя но если ты заслужил довольство аллаха аллах тебя не подставит и он не он не даст тебе в недостатке любви в ответ у тебя достал к что ты вообще это даже ты будешь думаю ух кайф да просто аллах абсолютен своих качествах если заработал его довольство чтобы получить его любовь его любовь тебе будет абсолютно его дружба к тебе будет абсолютно да все все что он тебе сделал за ответом все будет идеально совершенно поэтому не парьтесь просто бегите да к довольству всевышнего стремитесь его покорять и если вы будете всю жизнь покорять его аллах вообще всему вокруг скажет это вот мой раб он возвысит да он скажет это мой вот раб которого я сильно люблю он стремится исключительно к моему удовольствию и все вокруг будет стремится потянется к вам вот так оно будет поэтому мы проблема нас всех то что мы не там ищем а там где ищем она все так просто все так легко да опять же вот у меня друг недалеко блин братан намаз там пять раз в день там туда-сюда ему говорю вот ты игру в течение дня расскажи свой распорядок дня вот я утром стою там делаю там это потом иду в зал два часа потом работаю домой возвращаясь играю в соньку в эту игру потом там это потом то я грудь и в соньку играешь два часа игру у тебя всевышний в день просит максимум 25 минут ну за это он просто ну вот просто ты не понимаешь что с тобой произвести ваш 25 минут до опять же всевышний притом нас так любит да что он от нас еще и много не требует да что он моисею сказал просто в палкой ударь так по земле я тебе как море раскрою просто и нам также верты из твоих 16 часов которые ты не спишь в сутки 25 минут набирай меня в течение дня это не сразу 25 минут дробно просто набирай я тебе четко сделаю все четко будет у тебя и в этом мире в следующем и мы такие вот 25 минут всего лишь ударь просто по земле это и у тебя раскроется целое море раскроется это же такая невероятная до любовь всевышнего он просто моисе искал ударь палкой по земле не надо там исти скопаты лопаты рыть ров чтобы это морю чтоб просто вот так сделай просто хотя бы что-то сделай я тебе сделаю так что ты попутаешь вот вот такая тему а мы почему-то всему всему этому другому уделяем столько внимания прям паримся я не знаю вот недавно у меня друг поехал в дубай отдал 100 тысяч долларов какой-то блогерше который ему там объясняет как себя вести там с женой там не знаю какие-то семейные отношения какая-то тема я ему говорю вот ты готов 100 штук баксов это а 25 минут 25 минут не готов я гору ты был лучше вот это вот делал быdigую братан все было бы и истошку сохранил бы трюбает и еще бы блин еще было бы намного лучше потому что в этом истина мы просто поймите это истина реально эта истина я побывал во многих странах мира да там я пообщался с разными людьми вообще разных разных уровней в не только финансовых разных духовных уровней общался с такими с такими людьми много меня Всевышний Аллах мне дал столько, такой кругозор дал в этой жизни. И вот 30 лет мне понадобилось, чтобы вот сейчас сидеть здесь и сказать, что ислам это абсолютно истина. Все. И в других местах вы не найдете эту истину, потому что это реальная истина. И я желаю всем понять это. Потому что когда эта истина раскроется внутри вашего сердца, хотя бы чуть-чуть вот такая трещина пойдет. Все. Это такие бури пойдут. Эмоции классные. Не только эмоции, это вообще наступит счастье в вашей жизни. И вы поймете, что я, оказывается, 30 лет, блин, не жил. Я просто, ну, в каких-то потемках ходил и искал свет. И тут вот он прорезался. К сожалению, наше время подходит к концу. Очень, такая была очень интересная духовно-содержательная беседа. И напоследок хотелось задать такой вопрос. Три, на ваш взгляд, очень важных совета для молодежи. В целом, мы всю передачу об этом говорили. Первый, какой бы я сказал, опять же, не ищите истины нигде, кроме как в исламе. Потому что там все четко, ясно написано. Если вам нужен герой, не ищите его в фильмах Марвел, не ищите его в Бэтмене, не знаю. У нас есть конкретный герой, это наш пророк Мухаммад. И третья, очень важная штука, о которой хочется поднять тему. Мы должны быть лучшими в тех сферах, которыми мы занимаемся. Это, опять же, это тоже обязанность мусульманина. Вот в каком смысле? Мы должны служить своему народу, как мусульмане. Мы не должны просто так ради себя прожить эту жизнь. Условно, вот если вы родились в своей стране, там, где вы родились, вы там должны что-то полезное делать для своего общества. Вы должны быть, если вы ремесленник, какой-то кузнец, вы должны быть лучшим кузнецом. Потому что это обязанность мусульманина быть лучшим в своем деле. Если вы, скажем так, по своему устройству, как это сказать, чуть-чуть аскетичны, да, вам не нужны деньги, вы считаете, что нужно довольствоваться малым, без проблем. Вы для себя попросите много, из этого много возьмите себе малое, которое вам достаточно, а все остальное дайте другим. О чем я говорю в этом плане? Обязанность мусульманина это думать о других. Это самая сильная наша сторона, о которой мы часто забываем. Альтруизм. Не эгоизм, а альтруизм. К сожалению, западная культура нам прививает культ личности, культ эгоцентризма, да. Хотя на самом деле, хотя на самом деле благодать, благополучие, этот хайер, он находится в альтруизме. Когда вы начнете думать о других, тогда у вас все будет четко. Наверное, даже вот три совета мы сделаем. Быть лучшими в своих сферах, служить своей родине, своему народу, да, и думать о других. Вот три совета. Где найти эти знания, как в этих трех качествах быть лучшими? Это, это Коран, и это суннан нашего пророка, да, Сааса. Это вот все. И поэтому все будет четко. Да, в принципе, вот три совета. Я даже сам для себя сейчас, опять же, мы здесь сидим, да, Денис Байке, мы в первую очередь себе напоминаем это. В первую очередь, внутри себя это закрепляем, да. Да, действительно, быть лучшими в своем деле, думать о других и служить своему народу. Ну, я бы еще, на самом деле, еще добавил бы, что нужно быть хорошим сыном, нужно быть хорошим отцом, нужно быть хорошим мужем, нужно быть ответственным гражданином, да, перед своей страной. Ну, на самом деле, я могу долго, Денис Байке про это все, но для молодежи, я бы сказал, быть лучшим в своих профессиях, а чтобы быть лучшим, наверное, нужно учиться хорошо, да, думать о других, это очень важно, и служить своему народу. Да, тогда будет четко, да. Я знаю, что вы сейчас тоже активное участие принимаете в разных сферах благотворительности, и в том числе в образовательной сфере. Да, очень давно мы в этой теме, да. Да, вот вкратце можете рассказать об этих проектах? Ох, супер классные проекты. Я на самом деле, очень редко нам дают взглянуть на плоды этих проектов, и когда я вижу лица там студентов, да, которых мы спонсируем, да, я на них смотрю, думаю, блин, вот хоть кто-то, в отличие от меня, вырастет человеком, да. Я вот на их лица смотрю, думаю, блин, у тебя такое хорошее человеческое адекватное лицо, не то, что у меня, да. Я там всю жизнь там где-то что-то пытался, да, там, этот, а я смотрю на них, думаю, блин, такие балапаны, такие джанам сол они все вообще. Вот, мы занимаемся студентами, мы занимаемся с учителями, мы строим школы, мы строим общаги, да, причем в этих общагах следим, чтобы студенты не пошли по какой-то накатанной. И самое удивительное, да, вот, мне, допустим, тоже как напоминание, я очень избалованный, да, мы это поняли, да. Аль-Хамду-Ллаху Всевышний дал мне определенную роскошь, да, в этой жизни, да, почувствовать, посмотреть, этот. И вот я, когда смотрю на этих ребят, да, там, вот они радуются просто печеньке. Вот какая-то альбини там на столе стоит, и для него это такая радость, не просто потому, что это печенька, потому что он чувствует, что у него есть брат старший, и у которого он даже, возможно, не увидит в этой жизни, но он чувствует, что кто-то его поддерживает, да. Это же вообще нам всем очень важно, да. Мы там, когда детьми растем, да, мы отравим. Почему дети без родителей, они тяжелые, да, потому что они не чувствуют этой поддержки, да. Вот мы родились, у нас есть родительская поддержка, да. А у этих студентов вот есть мы, да. Есть мы, которые поддерживаем их. Все, вот вы учитесь, пусть у вас все будет хорошо. Вот вам что хотите, какое хотите это, мясо, это, все хотите, все, учитесь, самое главное. Хочется, знаете, как, я просто не прощу себя, если я умру, допустим, да, если я умру там, условно, и не оставлю за собой в своей стране, опять же, служить в своей стране, да. Как служить, да, не там, что-то оставить после себя, какую-то пользу эффективную сделать. И первая очередь, это образование. Я там, многие знают там из старых моих интервью, я всегда мечтал делать школы и так далее. Вот я нашел себе брат, братьев единомышленников, которые сказали, братан, мы этим занимаемся, я такой, хам, ты ладно. Мне послали людей, с которыми я могу этим заниматься. И мы этим занимаемся. И когда очень редко у нас выпадает возможность просто хотя бы издалека на этих студентов посмотреть, на то, что мы делаем, я понимаю, что я не зря живу. Вот это мой смысл жизни, да, в какой-то миссии. Это наша миссия, да. Самый ужасный человек, это тот, который просто эту жизнь прожил, прокайфовал. Чисто в себя, прикиньте. Как мне жалко таких людей. Реально жалко. Он не почувствовал этого кайфа. Он не почувствовал этого кайфа помогать другим. Это же самое лучшее, что может быть помогать другим. Поэтому мы занимаемся общагами, мы занимаемся школами, студентами. У нас есть программа Мухалем, которая повышает квалификацию учителей, делает из них супергероев учителей, мега учителей. Знаете, потому что это очень важно. И наша цель, грубо говоря, вот моя цель умереть так, чтобы завтра эти ребята, молодое поколение пришло на наши могилы и не топтало эти могилы, да. Типа, что вы нам оставили? Что за страну вы нам оставили? Ничего нам не дали. А они еще такие умные сейчас. Это же очевидный знак нам Всевышний показывает, да. Если там условно мы дети, которые в 90-х родились, мы шустрые, да, где-то что-то подмутить, нарулить с этим встретиться, пообщаться, то дети этого поколения, они умные. У меня, допустим, дочка сейчас, ей года нету, она уже открывает мой телефон по паролю, переворачивает камеру, и просто каждое поколение умнее и умнее. И мы вот этому фундаменту должны дать классную облицовку, чтобы получился классный дом. А эта классная облицовка, это суперхорошее образование. И мы занимаемся образованием. И опять же, да, если с точки зрения Зикета, да, мы распределяем финансы и капитал Всевышнего Аллаха. Это не наши деньги. Это не наши деньги. И мы должны к этому распределению относиться ответственно. Чтобы завтра перед Всевышним ответить. Вот Всевышний Аллах, я вот сюда дал, вот я посчитал, что вот тут это. Иначе Аллаху он скажет, что красавчики. Это было правильно. Опять же, к этому тоже нужно очень важно относиться. Вы языкет тоже должны распределять умно. Не просто там скинули, или кому-то на улице дали, там это сделали. Очень важно нужно распределять это. Ну и еще, опять же, когда ты видишь эти плоды, это вообще Денис Байки, это такая штука. Мы недавно ездили на встречу, просто надо было какую-то там мотивационную речь для них сделать. Я сижу, я на них смотрю, я думаю, да они, блин, в тысячу раз круче меня. Вообще во всех планах. Я говорю своему учителю, я говорю, блин, я говорю, ну вообще, что здесь делать? Я говорю, мы должны их слушать, говорю, они, они, они нас. Поэтому вот такая вот цель благотворительства, такой мы именно занимаемся. И тоже это такая милость Аллаха, на самом деле, заниматься грамотной благотворительностью. Потому что это тоже, я вот, у меня были периоды, я на самом деле, с самого начала понимал, что из-за того, что Всевышний дал мне возможность зарабатывать, я должен, я должен обязательно отдавать, обязательно, ну, дальше передавать. Потому что он через меня, на меня возлагает оценку, чтобы через меня дальше давать. И вот я столько лет искал людей, где я могу не переживать за то, куда я отдаю свои, свои языкеты, свои садаха. Да? Потому что раньше это туда дал, этому помог, тому помог, тому помог. А потом в итоге выходит, что это вообще никакой пользы им не принесло. Один там воспользовался этим, другой там наврал, да, там, условно. Другой наврал, в итоге оказалось, что он мошенник, да. А тут ты делаешь это и понимаешь, что вау, ты видя эти результаты, думаешь, вау, супер, это супер. Спасибо большое вот за такую очень плодотворную беседу. Вот она была очень насыщенная, информационно-содержательная. Пропитанная духовностью. Вот поэтому в эти священные дни месяца Рамазана хотелось бы пожелать, чтобы Всевышний Аллах укрепил иман наших сердцах, укрепил их лас в наших сердцах, укрепил наши стопы на этом пути, на пути ислама. Вот. Дал баракат во всех ваших делах, во всех ваших начинаниях, во всех ваших целях. И в обоих мирах. В обоих мирах. Вот в сфере благотворительности, благих дел и поступков, в сфере образования, все, чем вы занимаетесь, пусть Аллах Субхану Аталия помогает во всем, вот, оберегает, пусть во всем вам сопутствует помощь, благословение Творца, Всевышнего Аллах Субхану Аталия. Еще раз хотелось бы поздравить со священным месяцем Рамазана. Всех верующих всего мира, пусть Аллах примет пост всех постящихся мусульман всего мира, пусть Аллах Субхану Аталия простит нам наши грехи и прегрешения, как тайные, так и явные, и всем нам даст возможность, иншаллах, благополучно дожить до следующего Рамазана. Всем огромных благ, ассалам алейкум, барахматуллахи, ва баракатух. Берекелуй Рамазан программасы.